Собака Дина обрела общегородскую известность после того, как ее жестоко и умышленно покалеченную человеком выбросили с балкона. Неравнодушные прохожие подобрали животное, а затем всем городом собирали деньги на сложнейшие операции и дальнейшее лечение. Собаку спасли. Сегодня у Дины есть своя подстилка и миска с кормом, но нет любящего хозяина. Кошку Тришу сбила машина. С серьезными травмами головы, глаза и лап ее подобрали очевидцы. Животному требовалось очень длительное лечение. С того момента прошло три месяца. Сегодня Триша чувствует себя хорошо. Она оказалась молодой игривой кошкой. Сейчас она ищет новый дом. Кошечка очень общительная, поэтому идеальной для нее стала бы семья с ребенком, для которого она стала бы верным и преданным другом. Пушинку совсем недавно поймали в одном из подвалов. Красивый пушистый котенок оказался очень сильно запуган людьми. Первые дни она практически не выходила из-за дивана. Сейчас у нее период реабилитации. Потихоньку она начинает доверять людям и, конечно, ждет любящего хозяина. Увы, таких историй в нашем городе более чем достаточно. И если раньше жители действовали поодиночке или какими-то инициативными группами, то не так давно в городе появилась официальная организация, которая по мере сил и возможностей помогает тем, кто испытал, что такое человеческое предательство. По большей части к нам попадают именно выброшенные животные, оказавшиеся в такой тяжелой ситуации, как, допустим, больные. Котятцы практически сами. И сами находим, и люди звонят. Вот. То есть часто в интернете тоже все время отслеживаем. На Салдинском форуме оттуда берем, ну, как бы животных. Что мы с ними делаем? Ну, в первую очередь у нас проходит полностью ветеринарный осмотр животных. Ну, чаще всего достаточно тяжелом состоянии, потому что животные, как правило, либо брошенные, скитающиеся. То есть это истощение, это какие-то травмы после драк, автомобильные травмы. После осмотра и назначения лечения животному требуется передержка. Увы, очень часто именно она и становится камнем преткновения. Сейчас животные по большей части временно обитают у членов общества. К сожалению, разместить всех очень сложно. Особенно, когда речь заходит о крупных животных, в частности собаках. Проблему мог бы решить приют, но пока это только мечты. У нас на самом деле в городе очень много людей, которые готовы помогать. Допустим, они не могут помогать, там, денежно, или там, домой животное на передержку взять, там, в связи с аллергией супруга и так далее. Но готовы сами приходить в такое место, помогать и физически. И, допустим, даже, тоже, допустим, будет там пять собак в приюте, и же нужно выгуливать, и уже, ну, то есть, это все, вот, как бы, люди готовы. Но, вот, некуда пока. И поэтому нам звонят, тоже предлагают. Вот, я бы ходила, помогала. Некуда ходить. Пока вот так вот. И, конечно, надеемся на помощь администрации. Собственно, приют для животных частично смог бы помочь решить и проблему бродячих стай в городе. Нужно их отлавливать, стерилизовать, и после этого, ну, по возможности пристраивать. И тогда, по крайней мере, это количество будет хоть как-то регулироваться на улице. То есть, не будут появляться молодые особи, щенята, вот, и больших, как бы, их проще контролировать. Если они стерилизованы, они менее агрессивны, у них вот этот период гонотечки, они спокойнее в городе переносят. Вот, если, допустим, вся проблема-то в том, что, допустим, мы готовы взять на себя отлов и стерилизацию, но после стерилизации надо где-то животных адаптировать, держать. Таких возможностей для больших животных у нас пока нет. Поэтому животные в основном проходят реабилитацию у членов организации. А значит, помочь всем просто нереально. Сейчас в ней состоит 18 человек, постепенно их число увеличивается. В неделю удается найти семью двум-трем животным. Мы не отдаем всем сподряд животных. У нас обязательно требования к хозяевам. Мы обязательно потом наших всех, как бы, питомцев контролируем. То есть, бывает, бывали, ну, особенно вот мы же общаемся с другими организациями подобными. Очень часто люди берут вроде на эмоциях, думают, что вот там милая зверюшка, туда-сюда. Домой приходят, когда начинаются первые проблемы, сталкиваются люди, начинают выкидывать все равно. То есть, это уже повторно для животного стресс. Мы стараемся такого не допускать. Мы сразу людей предупреждаем, что мы контролируем, мы звоним, мы проверяем. Мы иногда просим фотографии свежие. То есть, у нас полностью животное на контроле. Но вот за эти, как бы, полгода, ни одной вообще не возникла ситуации, когда люди бы захотели вернуть. Наоборот, все звонят со словами благодарности. После улицы, как правило, там проблемы только в том, что надо приучать туалет. Вот, в общем-то, у нас сколько животных было пристроено. Единственное, какое-то время, что раз они были на улице, адаптация в семье происходит достаточно быстро у бродячих животных. Они видят тепло, если и заботу хозяев. Быстро привыкают. В общем-то, ну, за неделю приучаются к улице, в общем-то, проблем-то не было. Но владельцы, по-моему, жалоб у нас даже ни разу не было. И это здорово, когда есть истории со счастливым концом. Так, замерзшую Мусю в конце осени нашли в одном из садов, совершенно исхудавшую и обессиленную. Несколько дней на ней отходила от батареи. А в день съемки красавицу Мусю ждал переезд в новую семью.